И он хорошо растягивается по планшету, то есть его можно тянуть. Тянуть бархат по планшету научили уссурийских школьников, которым интересна строительная отрасль. Приморский институт железнодорожного транспорта предложил девятиклассникам необычные инженерные каникулы. В каждой аудитории новые знания. Только вместо лекций сразу практика. Данный материал очень хорошо тянется и заполняет все нюансы, все неровности на основании планшета. И просто в хаотичном порядке создаю рисунок. И получается вот такая красота, как бархат. Современные материалы позволяют мастерам отделки становиться творцами. Причем с высокой оплатой труда. Только работать с такими текстурами непросто. Нужны навыки. Учат здесь на кафедре строительства и эксплуатации зданий и сооружений. До конца учебного года времени осталось немного. Но кто-то из школьников сегодня точно выберет себе будущую профессию. Я думала, что это безумно скучно сидеть и шпаклевать. Но оказалось, что это очень интересно, безумно захватывает. И возможно в будущем я рассмотрю эту профессию для себя. Когда я начала пробовать, больше понравилось, больше появилось разнообразие и, так сказать, вкус художника. Проект «Инженерные каникулы» утвержден в Министерстве образования Приморского края. Команда творческих преподавателей и студентов каждый день принимает учеников уссурийских школ. Рассказывает и показывает детям все преимущества профессии строителя. Штукатурный маляр, но это не просто покрасить стены какой-то там невкусно пахнущей, как я говорю, краской. А это достаточно интересный, на самом деле, творческий процесс, который требует определенного склада ума, в чем-то даже инженерного. А это уже построение здания в трехмерной модели. Вместо шпателей – в руках компьютерные мыши. А на мониторе – будущий дом. Проектирование – обязательная дисциплина, которую изучают строители. Мне всегда было интересно чертить, учерчивать, рассчитывать все это вот. В будущем я планирую стать строителем. Растить и множить свои навыки можно в мастерских. Здесь есть все, чтобы оттачивать технику работы руками, вырабатывать свой вкус и стиль, превращаться в профессионала и даже находить свою судьбу. Моя мама здесь тоже училась, здесь они познакомились с моим папой и дальше пошли в ДВ-группс. И я думаю сделать точно так же, пойти на этот факультет, обучиться. И в дальнейшем обучении будет тоже в ДВ-группс по стопам моих родителей. 17 тысяч строителей не хватает сегодня в Приморском крае. А в Институте ЖД транспорта есть даже бюджетные места для выпускников девятых классов. После 11 тоже можно поступать и становиться одними из самых высокооплачиваемых работников на рынке труда. Ирина Мигунова, Роман Адонин. Телемикс.